За эту неделю в нашей стране произошло так много интересного, что я не могу с вами этим не поделиться. Закончили устанавливать огромные ванты на Запорожском мосту, готовятся к запуску лыжный экспресс в Карпаты, Иван Дорн выпустил очень милую песню на украинском языке. Чем живешь, Украина? Сейчас расскажу. Поехали! Укрзалезныйца запускает два дополнительных поезда в польский город Перемешль, которые будут курсировать из Одессы и Львова. Поезд будет ежедневно курсировать по маршруту с 11 декабря. Из Одессы будет отправляться в 6 вечера, а прибывать в 9 утра. Также напомню, Укрзалезныйца назначила поезд Интерсити Плюс и Лыжный Экспресс, который будет курсировать из Киева в Славское, что в Карпатах. Поезд будет ездить с 24 по 30 декабря нынешнего года, а также 2, 6 и 8 января следующего. На самом известном долгострое страны завершен монтаж вантов. На днях завершили монтаж последнего ванта, кстати. На самых высоких пилонах Украины натянули 48 металлических канатов. Общая длина всех вантов составляет более 6 километров. Вес каждого, на секундочку, более 12 тонн. На строительстве запорожских мостов сейчас активно работает более 600 мостостроителей. Запустить движение по мегамосту обещают во второй половине следующего года. Услышать звуки подводного мира на глубине почти 300 метров под землей. В Солидаре Донецкой области на одном из рудников солевых шахт государственного предприятия «Артем Соль» открыли новый туристический маршрут протяжностью 300 метров. Туристы смогут здесь увидеть скульптуры морских обитателей и уникальные монокристаллы соли. На первой же экскурсии побывала Алена Грамова. Самая глубокая действующая соляная шахта в Европе. Самая глубокая. Именно по добыче соли она. До 288 метров. На глубину 300 метров шахтерская клеть опускает два десятка туристов не больше минуты. Здесь начинается экскурсия по солевым рудникам. Одно из шахт государственного предприятия «Артем Соль». Сразу после спуска туристы встречают первый экспонат – 17-метровый барельеф. Дея такая, вот с чего можно видеть чумак, который сидит на бричке, везет мешки, набитые солью, везет к выходу, то есть на поверхность. Скульптор Виктор Жук создавал чумацкий шлях в соляной шахте более пяти лет. Говорит, работа была сложная и кропотливая. Здесь все из соли. Одно неверное движение – и надо начинать заново. Очень специфический материал. Он как бы одновременно и крепкий, и хрупкий, в тот же момент цепучий, если можно так сказать. Работать здесь очень интересно, потому что это уникальная возможность. Больше такой возможности нигде не представляется. Это одна из десяти работ Виктора на туристическом маршруте. Десять лет назад в этой шахте еще добывали соль. А после закрытия решили, что тут можно создать интересный маршрут для туристов. Чтобы рассмотреть все детали солевого рудника, для них создали специальную подсветку. Огромная-огромная работа здесь проделана такая. Это просто… Даже представить трудно, что здесь просто когда пустота, а когда приходит специальное освещение, эти лазеры. Вот кто-то, если сталкивался с этим трудом, вы можете представить, человек просидел тут не один месяц, чтобы это все склеить, эту соль, сделать подсветку. Чтобы туристы не гуляли в тишине, под землей звучит музыка. Это очень интересный опыт, очень красивый звук, акустика. Это просто непередаваемые эмоции. Феерия Соли – второй туристический маршрут, который открыло государственное предприятие «Артем Соль» за текущий год. В музее истории первая локация уже успели побывать более десяти тысяч украинцев. Алена Грамова, Евгений Кармазин. Новости Украины. На практике узнать, как работают законы физики, оптики и химии, а также изучить уникальные экспонаты. В Мариуполе создают музей науки. Разместить его решили в здании бывшего спорткомплекса. Сейчас в помещении ведут капитальный ремонт, затем музей наполнят интерактивными экспонатами. Когда в Мариупольском музее науки проведут первую экскурсию, узнавали наши корреспонденты. Называется лофт этот ремонт. Ну, красиво будет. Музей науки создают на месте бывшего спорткомплекса. Раньше тут были залы для игры в волейбол. Но популярностью они не пользовались, а содержать их было дорого. Помещение решили перепрофилировать. Проект музея разработали Мариупольский государственный университет совместно с Горсоветом и Малой академией наук. И подали его в Фонд регионального развития Украины. В данный момент расширено полностью пространство, сделаны демонтажи перегородок, сделано более полезного пространства, сделали классы. Классы будут со стеклянными витражами. Елизавета и Ирина колдуют над потолком и стенами будущего музея. Женщины переехали из неподконтрольного Украины Луганска и совместно занимаются ремонтными работами. А мы обязательно побываем? Почему нет? Обязательно. Музей науки будет двухъярусным. На первом – аудитории для занятий, лаборатории, гардероб, кафетерии. Второй наполнит интерактивными экспонатами. Обещают, что результат будет на уровне музея имени Коперника в Варшаве. Экспозиции посвятят темам. Человек, природа, оптика, физика – великие изобретения. Это в музее уже в таком представлении, где не просто ходишь и смотришь на то, как какие-то процессы происходят или на какой-то экспонат, где ты участвуешь. Ты вместе с ним в этом интерактиве, в каком-то квесте, в какой-то игре видишь, как проявляются те или иные физические, химические процессы. Задействует и купол здания. Там планируют воссоздать карту звездного неба, как в планетарии. Реконструкция здания и наполнение его экспонатами обойдутся в 100 миллионов гривен. Значительную часть средств выделяют из Государственного фонда регионального развития в рамках программы «Большое строительство». Первая экскурсия в Мариупольский музей науки запланирована на следующий год. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко. Новости Украины. Украинский кот Степан стал звездой мировых соцсетей. Сам он родом из Харькова. Его аккаунт выставляли видео, где Степан безэмоционально сидел в кресле. Недавно его заметила певица Бритни Спирс, выложив на своей странице его знаменитую фотографию. Теперь у Степана около миллиона подписчиков. Особенно по душе большинству пришлось видео, на котором Степан по-хозяйски сидит рядом с бокалом вина, на не очень веселые вечеринки. Давайте посмотрим. Иван Дорн. Выпустил клип на песню «Тебе не ма сегодня». В ролике музыкант снялся со своей женой Анастасией. Они вместе гуляют на природе, читают книги, готовят завтрак и танцуют. «Тебе не ма сегодня» — это новая версия на песню «Сегодня» группы «Океан Эльзы», которой в этом году исполнилось 20 лет. По словам Дорна, при создании песня трансформировалась как конструктор, и единственной трудностью в работе над ней было найти новую манеру вокала. «Тебе не ма сегодня», «Тебе не ма сегодня», Пишите в комментариях, понравился ли вам клип. И обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страничку в YouTube. Ну а наша команда уже начинает готовить для вас следующий выпуск программы «Чем живешь Украина». И помните, эта программа без политики. Говорим только о нас, украинцах. Веселых, добрых и заботливых. Пока. Продолжение следует.